И здесь концентрация должна быть, это работа наша, это наша реальная работа, все должны это понять, каждый хоккеист должен понять, дома у себя вот люди пришли посмотреть, но нельзя так, просто нельзя так, они начинают, приходят, тут еще может быть на трибуны не пришел, уже минус два, вот это меня немножко беспокоит, не беспокоит, а блин бесит. Привет, нападающий Вашингтон Александр Овечкин четвертый раз в сезоне не может забить четыре раза подряд, но зато он сделал передачу, но его команда проиграла Сиэтлу, сплошные противоречия. Защитник Анахайма Павел Минтюков пропустит от четырех до шести недель из-за травмы, а ведь он шел на лучшего новичка сезона, жаль. Голкипера Илью Самсонова вернули в первую команду Торонто, хотя он не провел ни одного матча в АХЛ, правда пока не идет речь о том, чтобы он вышел на площадку, но в ближайшие ночи все может измениться. А российский вратарь накануне дал интервью местным СМИ, в котором заявил следующее. Это грустно, но вероятно это хороший сигнал для мозга и тела, парень проснись, нужно вернуться в нужное русло и работать изо всех сил. Что касается времени вне расположения Торонто, я не хочу об этом много говорить, я чувствую себя очень позитивно и всегда остаюсь позитивным. Продолжаю работать, стараюсь изо всех сил на льду и в зале. Жду момента, когда у меня появится возможность сыграть. Напомним, что у вратаря заканчивается контракт и он выходит на рынок свободных агентов. Этой ночью первую шайбу в своей карьере в АХЛ забросил Никита Ахатюк из Сан-Хосе, а Акулы, что удивительно, победили. Травму получил Петр Кочетков из Каролины. В одном из эпизодов Орлов столкнул на вратаря соперника и пока неизвестно, насколько все серьезно. То ли сотрясение, то ли колено. Кочетков нередко получает травмы на ровном месте. А Григорий Денисенко из Вегаса отправлен обратно в фармклуб. Он провел три матча за основу, не набрал ни одного очка, да и вообще смотрелся довольно плохо. Бывший вратарь Калгари Артем Загидурин, подписавший недавно контракт с нефтехимиком, получит до конца сезона 10 миллионов рублей. Как же вовремя он получил травму. Впрочем, тратить деньги в Нижнекамске негде. Лада проигрывает на своем льду Локомотиву, но в серии буллитов. Это помогает команде Олега Браташа обойти Акбар с турнирной таблицы. Казанцы уже на седьмом месте. До Амура 8 очков. ЦСКА все-таки не в оптимальной форме. Это стало ясно в четверг, когда к ним в гости приехала московская Динамо. Причем у Сергея Федорова гораздо больше возможностей для ротации состава. У Кудашова ограниченное количество хоккеистов, но они выглядели свежее, быстрее и умнее. Я не могу что-то сказать, но не смогли мы забыть хорошую игру с торпедой. Вышли налегке. Все свои инструменты забыли. Проигрывая 0-2, я не считаю, что нас обыграли, чтобы мы первый период так закончили. Поэтому будем разговаривать с командой, будем разговаривать с лидерами. Нельзя с таким хорошим соперником так начинать. Все закончилось поражением армейцев 2-4, но несмотря на такой плотный счет, преимущество бело-голубых не вызывало сомнений. Отметим очередную блестящую игру вратаря Динамо Максима Матарыгина, который нейтрализовал большинство опасных бросков. Правда, снова есть вопросы к дорогим хоккеистам ЦСКА, которые спрятались и их не было видно. Что касается команды Кудашова, то она выглядит очень мощно. Тренер постоянно что-то придумывает и хоккеисты его слышат. Если будет помощь от руководства, то можно на что-то рассчитывать в этом сезоне. Только не будет никакой помощи. Дебютировал в КХЛ вратарь Металлурга Александр Смолин. Он помог своей команде победить в Сочи 4-1. У южан 15-е поражение подряд. Но с такими потерями это неудивительно. И последнее. Еще три североамериканских игрока, выступающих в КХЛ, думают о том, чтобы получить российское гражданство и перестать считаться легионерами. А если в следующем сезоне лимит увеличат, то турнир будет еще сильней. До свидания. Я хочу выделить еще вот какой момент. Посмотрите, у нас молодые игроки уже по 15 минут стали играть. Они, ну не то, что завоевывают, они спокойно стали справляться с этим игровым временем. Играют и ключевые роли, играют и большинство играет. Вот затронули тройку, которая против пустых ворот играла. Играют ответственно, умело, и голы забивают.